Виктор Вадимович, один из ваших учеников задает очень развернутый вопрос. Сейчас я его зачитаю. Один из основных аспектов постановки голоса – уход от речевой артикуляции и формирование стабильного объема глотки на всех гласных. Для выключения речевой артикуляции вы предлагаете максимально сильно раскрывать рот круговым движением и удерживать его в этом положении. Однако в очень большом количестве случаев студенты, раскрывая рот, не только не уходят от речевой артикуляции, но и приходят к зажиму мышц, челюсти и шеи, и в итоге формируется сдавленный и совсем не вокальный звук. Отказ от раскрытия рта существенно улучшает дело. Может быть, что-то идет не так? Что касается ухода от речевой артикуляции, тут не совсем точно вопрос сформулирован. Уход от речевого стереотипа, а это не только артикуляция, это прежде всего работа мозга. И тут не только работа артикуляционной мускулатуры имеется в виду, тут есть целый ряд особенностей, которые касаются практически всей системы и прежде всего функциональной системы, управляющей голосовым аппаратом в речи и в пении. Формирование певческого навыка — это формирование новой функциональной системы, а для этого надо затормозить речевую. Теперь, что касается раскрывать рот круговым движением и вообще сильно раскрывать рот. Посмотрите на любого профессионального вокалиста, независимо от типа голоса и на мужчину и на женщину, и вы увидите вот это максимальное открытие рта, особенно в верхнем участке диапазона. Но дело в том, что если человека не научить открывать рот, особенно в детстве, не научить открывать рот сначала внизу, а потом на центральном участке диапазона, то учить открывать верхнем участке диапазона уже будет постно. Но самое главное, что весь этот большой акустический объем, который мы формируем при помощи артикуляционной мускулатуры — это временный этап, который необходимо пройти. И затем из этого много, из умения издавать звуки на большом акустическом объеме, уже дальше опять же по принципу саморегуляции можно отобрать ровно столько, сколько надо для данной фонемы, для данной высоты тона, для данной интенсивности звука. Опять же, нельзя быть догматиком. Вот кто-то сказал, что надо все время петь на большом объеме рта. И вокалисты, и выдающиеся вокалисты, посмотрите, все поют очень по-разному. А сейчас, когда сплошь и рядом вокалисты поют, на самом деле сначала записывают звук, а потом легонечко так это открывает рот по собственную фонограмму, в том числе и оперный вокалист, а зачем, то можно увидеть, что слышен большой мощный голос, и в это время певец практически не открывает рот. А зачем? Потому что уже все записано. А когда этот же привет споет вживую, сразу видно, что он артикулируется всем по-другому. Вот. Поэтому все, как сказал кто-то из великих, все в меру делается. А самое главное, нельзя быть догматиком ни в чем. В том числе самые, так сказать, хорошо работающие педагоги и хормейстеры, и вокалисты, которые пользуются моей программой, они прежде всего все время учитывают меру воздействия и на себя, и на других. Еще один вопрос. Западные педагоги уделяют много внимания певческой установке, положению корпуса, головы, груди, опоре на две ноги и так далее. Расскажите о том, какую певческую установку рекомендуете вы и почему? Певческая установка, положение корпуса, головы. Ничего нового тут я не придумываю. Все это уже много лет, десятилетий, даже столетия назад описано, что должна быть прямая спина, должна быть соответствующая осанка. Тут ничего придумывать не нужно. Вот другой вопрос. Но нужно учитывать для профессионалов современную ситуацию в театре, оперном, который стал режиссерским. И певцу может быть необходимо петь в самом разном совершенно не певческом положении. Лежа, сидя, идя, лазая по лестницам и так далее. Я сам работал в театре много лет, и мне приходилось петь в самых разных вариантах, в том числе лежа, в том числе подползая. Ну или, например, мне приходилось петь Тонио в паяцах. И когда тебе Недда в сцене Тонио и Недды хлещут кнутом, а ты должен очень ловко от этого кнута уворачиваться, чтобы было все достаточно похоже на настоящую драку. И при этом надо петь в полный голос. Лежа и кручаясь на сцене. Так что ничего нового тут никто не придумывает. И все это у меня достаточно подробно описано, как искать эту установку корпуса, головы и так далее.